Стоит ли сейчас покупать акции российских компаний? Когда лично я планирую начинать покупать акции. Сегодня мы поговорим про рынок в целом. Также мы поищем отдельные идеи в акциях Озон, Фосагра, Детский мир. Я кратко расскажу о них. Стоит ли их сейчас покупать? Пару слов о банкротстве Петропавловска. Еще раз про Сбер и ВТБ. Все-таки нужно ли покупать акции банковского сектора прямо сейчас? Приветствую вас на канале Cashflow. С вами снова Владимир. Подписывайтесь на канал и на телеграм, кстати, тоже. Актуальные новости, инвестидии, бесплатный чат, в котором более 600 человек. Все это вы найдете по ссылке в описании. Итак, давайте посмотрим на индекс ММВБ. С начала лета он потерял около 12%. Главной негативной новостью, конечно же, была отмена дивидендов Газпромом. А на этой неделе нас пугали внеочередным заседанием Госдумы, которое скорее оказалось техническим. Однако рынок лили всю эту неделю. Но что теперь нам ждать? Я вижу два сценария. Это отскок от текущего уровня 2050-2060 пунктов к 2200 пунктов. Небольшой и в короткий срок. Однако, если никаких позитивных новостей не будет, пробить эту зону в 2200 пунктов, думаю, не удастся. И тогда есть большая вероятность того, что мы пойдем ниже 2000 к следующему сильному уровню в 1800. Это сценарий негативный и вполне реализуемый. Ведь что я подразумеваю под позитивными новостями? Конечно, в первую очередь, это деэкскалация конфликта на Украине. Как только заговорят о каких-либо переговорах, то мы увидим рост на нашем рынке. Но пока об этом речи не идет. Поэтому сценарий негативный мне кажется более реалистичным. Соответственно, его вы и видите сейчас на экране. Здесь я отметил зону с зеленым прямоугольником в районе 1800 пунктов. В этом диапазоне я сам буду покупать. И думаю, что сделок будет достаточно много. Так как цены по нашим активам здесь будут очень и очень хорошими. Что именно я буду покупать, можете посмотреть видео с названиями «Какие акции купить на долгосрок?» или «10 лучших акций на рынке РФ». Ссылки на них я оставлю в описании. Также хочу сказать, что сейчас очень много неизвестных в этих уровнях. Но цены на акции уже становятся очень интересными по многим компаниям. Об этом и не только мы сегодня и поговорим. Поэтому обязательно поставьте лайк этому видео. Про озон. Акции компании заметно прибавили на этой неделе. Выросли аж на 25%. Причем торги проходят на весьма хороших объемах. Есть предположение, что рост вызван проблемами у Wildberries, которого обвиняют в сбытии контрафакта. Но я думаю, что инвесторы понимают, что в ближайшее время озон может получить неплохой триггер роста, в первую очередь из-за снижения ставки в России. Компания невероятными для российского рынка темпами наращивает выручку и в целом присутствие на рынке. На озон не были наложены санкции, объем кэша на счетах покрывает совокупный долг. И похоже, что единственный риск этой компании – это кипрская регистрация. Если вы верите в эти драйверы и не беспокойтесь о месте прописки компании, то стоит покупать. Но риски здесь повышенные. Ну а я бы обратил внимание на компанию «Детский мир» как одного из лидеров сегмента товаров для детей. Компания работает на внутреннем рынке. Санкционные ограничения ей не страшны. Поставки продукции приходятся на китайских и российских поставщиков. Выручка и прибыль растут ежегодно. Компания не имеет основных акционеров и планирует вернуть дивиденды в самое ближайшее время. Компания «Детский мир» из защитного сектора и может стать одним из надежных вариантов инвестиций. Однако стоит отметить риски конкуренции и спроса, а также государственное регулирование цен могут негативно повлиять на операционные результаты в среднесрочной перспективе. А вот самая большая драма этой недели – разгорелась котировка компаний «Петропавловск». Они снизились на 80%. Причиной этому послужила подача заявления на банкротство. А сейчас ходят слухи о продаже компании. Возможно, даже по частям. Сразу несколько российских компаний показали заинтересованность в приобретении. Но я вам крайне не рекомендую пробовать покупать эти бумаги с надеждой на отскок. Вероятность того, что акционеры хоть что-то получат, стремится к нулю, учитывая уровень задолженности. Яндекс. На самом деле у компании все отлично в долгосрочной перспективе. Рынок рекламы в России растет просто космическими темпами. Крупные иностранные компании, как вы знаете, покинули наш рынок и, соответственно, остановили продажи рекламы. Кто же займет их место? Думаю, для всех это очевидно. Что касается сегмента такси, то он также активно растет. А электронная коммерция в стране, по прогнозам аналитиков, может расти в ближайшие 5 лет по 15-20%. На чем также заработает Яндекс. В таких условиях Яндекс выглядит очень привлекательно в долгосрок. Я держу небольшую часть позиции и планирую ее увеличить. Хотелось бы, конечно, чуть пониже. В районе полутора тысяч. Да, очевидный минус – это, конечно же, регистрация компании в Нидерландах. Это нужно учитывать при инвестициях в данный актив. Далее, про ФосАгро и Акрон. Что с сектором удобрений? Не так давно я записывал видео, где говорил, что ФосАгро и Акрон и ряд других компаний имеют большие перспективы в будущем. Но стоит ли их сейчас покупать? Давайте посмотрим на несколько факторов. Цены на удобрения и химикаты остаются невероятно высокими. Только вот вопрос – надолго ли? Отмечу, что это цикличный рынок. Соответственно, если цены высокие, то и выручку ФосАгро и Акрон получили высокую. Также на руку им играет, что экспорт осуществляется в дружественные страны. И как таковых санкций наложено не было. А дешевый газ в России позволяет сохранить высокую рентабельность. Но в то же время компании столкнулись с проблемами в логистике. А высокий курс рубля оказывает негативное влияние из-за большой доли экспорта. Да еще и компании отменили выплату дивидендов. Так стоит ли их сейчас покупать? Так вот, ФосАгро может получить существенный рост прибыли по итогам года. Но в перспективе 2-3 лет мы можем увидеть коррекцию цен на удобрения. Что приведет к падению прибыли ориентировочно в 2023 году. Долгосрочно, определенно, такая компания должна быть в портфеле инвестора. Но вот покупать прямо сейчас я бы не стал. Все же снижение цен на удобрения приведет к снижению прибыли компании. Что, соответственно, ударит по котировкам. И через полгода или год можно будет купить, возможно, даже ниже, чем сейчас. У Акрона ситуация немного получше. Компания получает всего 15% выручки с экспорта в страны Евросоюза. Что в конечном итоге может сыграть важную роль. В целом, это две сильные компании, но, на мой взгляд, они сейчас оценены скорее дорого, чем справедливо. Возможно, стоит задуматься даже о фиксации части прибыли по этим компаниям. И перезайти в них, когда цена будет ниже. Про оптимальные точки входа я хочу сделать отдельное видео. Я уже дал задание одному из наших трейдеров отрисовать на графике топ-20 компаний по капитализации на нашем рынке. И дать краткий комментарий, прогноз, если можно так сказать. Но это я для себя. Как уже сказал, я планирую сделать несколько покупок в свой портфель. Ну а если вам такая информация тоже нужна, то ставьте лайки этому видео. Наберем 1200 лайков и я сделаю такое видео. Хоть даже на следующей неделе. Кстати, какие компании стоит разобрать с точки зрения этих анализа, вы можете написать в телеграм-канале, в нашем чате или в комментариях под постом. Но и за финалем нашего видео спором о том, стоит ли покупать акции Сбера и ВТБ. Кратко. Долгосрочно да, краткосрочно нет. Если вы долгосрочный инвестор и систематически каждый месяц вы докупаете активы в свой портфель, то вы все делаете верно и покупать акции Сбера можно. А если вы новичок и решили купить на все акции Зеленого банка, причем прямо сегодня же, то это не самая лучшая идея. И давайте теперь подробно я объясню причины такого решения. И почему я думаю, что в банковский сектор не стоит инвестировать прямо сейчас. Закрытие сегментов бизнеса, связанных с валютными операциями. Проблемы у плательщиков с невыплатами по кредитам. Снижение потребностей в банковских продуктах у населения и бизнеса. И это далеко не полный перечень проблем банков. Банки отказались от выплаты дивидендов. И деньги направили на формирование резервов для потенциального покрытия убытков в результате неплатежей и банкротств клиентов. И на мой взгляд, на этом негативном фоне котировки ВТБ и Сбера будут продолжать снижаться. Не забывайте о том, что большую долю инвесторов Сбербанка составляют инвесторы-нерезиденты. А ВТБ и вовсе исторически подвержен политическому риску намного больше других банков. На мой взгляд, сейчас в банковской отрасли присутствуют большие риски, которые напрямую зависят от состояния экономики. Вполне вероятно, что эффект от рецессии будет сильным. И это отразится на финансовом секторе. А банки пострадают в первую очередь. Поэтому именно сейчас я не считаю банки привлекательными к покупке. И в связи с этим, несмотря на потенциал роста, о котором я говорил в предыдущих видео, я не думаю, что прямо сейчас стоит инвестировать в банковский сектор по текущим ценам. Лично я жду снижения как минимум на 10-15%. Там я и буду покупать, ведь долгосрочно тот же Сбер делает активные шаги выстраивания экосистемы, что называется на будущее. И несмотря на введенные санкции, сложности, с которыми столкнутся банки, эта инвестиция может оправдаться, повторяюсь, в долгосрочной перспективе. Но риск здесь повышенный. При инвестициях в любой актив вы должны понимать, с какими сложностями сейчас столкнулась компания. Правильно оценить эти риски и только после этого самостоятельно принимать решения. Обязательно поставьте лайк под этим видео, подпишитесь на канал. И не забудьте, что у нас есть телеграм, где я делюсь полезной информацией, а также любой желающий может задать любой вопрос в чате. Ссылку на телеграм вы найдете в описании. Ну а на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok